Добрый день, уважаемые слушатели! Приветствуем вас в вебинаре Педагогического университета 1 сентября. Автор нашего вебинара – это Ван Сан Александр Григорьевич, кандидат физико-математических наук, заместитель директора Федерального научно-методического центра имени Занкова. Тема вебинара – разработка заданий, направленных на развитие универсальных учебных действий и навыков работы с информацией на уроках математики в начальной и средней школе. Ждём ваших вопросов. Александр Григорьевич, вам слово. Здравствуйте, уважаемые слушатели, коллеги. Ну, вот в своём таком кратком сообщении, насколько это позволит формат времени, я вот расскажу вам о том, ну, что, собственно, составляет заголовок, заглавие моей сегодняшней, моего выступления, моей маленькой лекции. Ну, давайте вот начнём с требований стандартов. Что, собственно говоря, откуда возникла эта необходимость формирования и развития универсальных учебных действий и навыков работы с информацией? Вот я сейчас читаю выдержку из стандартов, самая, наверное, вот такая существенная, с чего там вводной части. Цель обучения в современную эпоху. Вот цель обучения – это есть развитие личности на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира. Вот вы видите, развитие универсальных учебных действий даже вынесено на первое место. Вот насколько это важно вот в наше время. Ну, вопрос, а почему в наше время вот именно универсальные учебные действия, ну, не то, что там вытесняют предметные знания, но вот занимают вот своё очень важное существенное место в школьном обучении, вообще в образовании людей, детей, не только школьников. Но дело в том, что мы живём в эпоху, которую, ну, по-разному их называют современную эпоху. Вот мне больше всего нравится название информационная эпоха. Ну, вот мы живём в потоках информации. С появлением интернета количество информации, которое, вот так сказать, захлёстывает нас, особенно детей, которые ещё не жили в другие эпохи, очень велико. И поэтому уметь в этой потоке ориентироваться, уметь выбирать правильную информацию, работать с ней, оценивать её и критически что-то отбрасывать – вот эти навыки крайне необходимы. Ну, вот если подытожить, вот универсальные учебные действия, конечно, ещё скажу, но если вот подытожить и эти действия универсальные учебные, и навыки работы с информацией, то мне очень нравится вот такое поделение, тоже записанное в стандартах – это умение учиться. Вот что значит умение учиться? Почему в современную эпоху так важно уметь учиться? Ну, мне видится несколько здесь причин. Ну, первое – это то, что, вот, как я уже сказал, огромные потоки информации. И обучить всему и научиться всему, конечно же, невозможно. Очень изменчива наша жизнь. Что, что вчера было, вот, сегодня, скажем, востребовано, нужно, может, через какое-то количество лет, ну, перестать быть востребованным, нужно будет что-то изменить, и вроде деятельности, и даже в профессии. Ну, вот, не буду сказать, что я не педагог по образованию, я, вот, так сказать, кандидат физик математических наук, работал, научной работой занимался, но с какого-то времени так сложилась судьба, так сложились обстоятельства, что я занялся педагогикой, обучением детей, работал в школах. Вот, ну, видите, сейчас сижу перед вами, выступаю. Так что, вот, это такой пример, ну, я думаю, в жизни многих людей такие примеры тоже бывают, ну, и в жизни тех детей, которых мы обучаем. Я, кстати, тоже работал в школе 18 лет. Конечно же, к такому нужно их готовить. Нужно их готовить, что они и переучатся, и будут приобретать какие-то новые знания, и психологически будут к этому готовы. Да и запас знаний, которые получены ими, должны вот создать базу для возможного пополнения своих знаний. Ну, вот, давайте подумаем. Несколько веков назад, да и даже в 20 веке, человеку достаточно было где-то выучиться, получить профессию. И он с ней, в общем-то, работал всю свою трудовую жизнь. Вот в настоящее время, конечно, вот даже и по себе я могу судить, учиться приходится всю жизнь, даже если не меняешь профессии. Эти курсы повышения квалификации, конечно, тут, я думаю, вам хорошо знакомые. Да и, в общем-то, даже без этих курсов постоянно нужно расширять свой кругозор, быть на уровне, быть, так сказать, высокой квалификацией. Жизнь этого требует. И вот, опять-таки, в основе вот этих требований как раз и лежат вот эти самые универсальные учебные действия. То есть, ими должны владеть те, которые, так сказать, школьники, ими должны владеть мы, ну, мы уж как научились, так научились, а вот школьников обязательно нужно учить. И вот о том, как формировать, вот очень коротко, конечно, формат нашей беседы не позволяет это сделать, так сказать, развернуто. Вот я постараюсь рассказать. Во-первых, о самих этих универсальных учебных действиях, немного их раскрыть и навыки работы с информацией. А во-вторых, показать на примерах. Примерами моими будут два разработанных мной урока. Я выбрал из тех, которые у меня есть, часть из них опубликованы. Вот два фрагмента. Один из них из начальной школы, другой из средней школы. И вот на примере этих уроков я постараюсь показать, как в ходе вот этого сценария урока, который вы увидите скоро, идет, помимо, так сказать, приобретение предметных знаний, так же и формирование и развитие универсальных учебных действий. Ну, а теперь давайте посмотрим на экраны. Вот я наша позиция, ну, она наша, так сказать, того коллектива, в котором я работаю, и она, конечно же, так же и моя. Значит, во-первых, вот синим цветом вы увидите, не требуется специальных заданий для развития универсальных учебных действий. Хотя такие попытки многие, так сказать, и наши коллеги там разрабатывали. Мне кажется, что вот в частности вот математика, ну, конечно, не только математика, но для меня математика оставляет огромное поле деятельности для того, чтобы средствами математики можно были вот эти универсальные учебные действия развить. Теперь следующий пункт, делённым цветом. Значит, вы знаете, наверняка вы знакомы со стандартами, знаете, что универсальные учебные действия делятся на четыре категории. Да, о каждой категории мы будем их говорить. Это личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. Так вот, мне кажется, не все разделяют мою точку зрения, что каждое невозможно, трудно, в общем, я бы сказал, даже не невозможно, а трудно составить такие задания, которые работали бы на развитие какой-то одной категории. Наверняка и обязательно будут развиваться универсальные учебные действия всех категорий, какие-то в большей степени, какие-то в меньшей. Я это в ходе вот демонстрации вот конспекта уроков постараюсь вам показать. Вот, ну и вот структура заданий должны способствовать. Я вот обращаюсь даже, может быть, не столько к вам, сколько к себе, поскольку я тоже являюсь автором ряда пособий, работаем мы, наш коллектив работает над созданием новых пособий. Конечно же, вот эти задания, которые я вам частично покажу, они как раз помимо предметных знаний должны способствовать и развитию вот этих ОД. Давайте посмотрим дальше. Теперь вот здесь написаны, расписаны категории универсальных учебных действий слева. И вот те пункты работы с информацией, которые прописаны в стандарте. Давайте на них посмотрим, и потом будем по каждым этим пунктам мы отдельно поговорим. Личностные универсальные учебные действия. В скобках коротко, о чем это идет речь в этих лицах, что имеется в виду, вернее, под этими личностными. Вот внутренние мотивы деятельности, моральные нормы. В стандартах прописано больше, я выбрал то, что поместилось, и то, что мне кажется наиболее важным. Регулятивные, как регулируется работа, как организуется, планируется, контролируется, это и со стороны учителя, это и со стороны ученика, это их взаимодействие. Вот тоже в ходе конспектов уроков это будет все показывано. Ну, познавательные, понятно, это познание, как оно происходит. Анализ, моделирование, решение. Вот представьте, что вы решаете текстовую задачу, да, вот ученикам дали. Что они должны сделать? Конечно, почитать, проанализировать. Дальше идет какая-то модель. Строится или уравнение, или схема, или, в конце концов, выражение, действие. Это все моделирование. Ну, и приемы решения. Вот здесь, по словам приемы решения, я не знаю, пишу во множественном числе, потому что мне, например, я считаю, что очень полезно, когда одна и та же задача решается несколькими способами. Коммуникативные, но это коммуникация, общение. Вот прозвучало, да, что я сотрудник центра имени Леонида Владимировича Занкова. Так вот, урок в системе Занкова, как это у нас принято, и в тех школах, которые по этой системе работают, уделяет очень большое внимание общению, взаимодействию на уроке. Во-первых, между учителем и учениками, и во-вторых, между учениками. То есть урок ни в коем случае не должен строиться как монолог учителя, учитель говорит, а дети слушают и записывают. То есть гораздо полезнее, эффективнее, то есть усвоение предмет на том случае знаний, если вот развиваются параллельно и коммуникативные универсальные учебные действия. Я вот на примере урока это покажу. А вот справа у нас те пункты, которые отмечены в разделе стандартов, это работа с информацией. Тоже очень коротко. Информацию нужно найти, зафиксировать. Дальше. Дальше ее надо преобразовать, если это нужно. Пока это достаточно абстрактно звучит, давайте просто почитаем, там дальше посмотрим более конкретно. Применить, представить в разных формах. Вот опять математика, да, как же можно информацию представить? Можно текстом представить, можно формулой, можно выражением, можно диаграммой, можно какой-то геометрической моделью. Видите, вот представляется информация самыми разными способами. Таблицы, например. И надо уметь эту информацию перекодировать из одной формы в другую. Вот это тоже развитие навыков работы с информацией. Ну и вот оценка достоверности получаемой информации. Это, кстати, очень важно не только в математике. Мы живем в потоках информации, и взрослые, и невзрослые, получаем самую разную, порой противоречивую. Мы, как говорится, не знаем, кому верить. Но вот здесь-то как раз и должны быть навыки работы с информацией, уметь ее получить, оценить и подумать, насколько эта информация достоверная, насколько нет. Опять-таки здесь, вот в развитии этого умения, нам на помощь приходит математика. Потому что в математике мы получаем информацию, скажем, при решении задачи и уравнением. Мы можем получить, скажем, решая задачу, какой-то нереальный результат. Скажем, человек движется со скоростью 15 км в час, я имею в виду, идет, шагает с такой скоростью. А многие ученики ведь получают и спокойно пишут в ответ, я получил, я решил. А ведь подумать-то надо. Человек может двигаться с такой скоростью. Ну, бывает много других, там размеры, комнаты бывают больше, чем спортивного зала, оказывается. То есть вот эта достоверность получаемой информации, она может получаться и в результате какой-то деятельности ученика, ну, той же решения, а может получаться и в результате, так сказать, ну, из каких-то внешних источников информации. Вот и этому тоже надо учить. И математика, постараюсь вас в этом убедить, способна на это. Давайте посмотрим, нет, простите. Сейчас мы поговорим о вот этих универсальных учебных действиях более подробно. К сожалению, у меня не было возможности из-за ограниченности количества слайдов все это представить. Но я, тем не менее, вам об этом расскажу. Вот давайте посмотрим личностные универсальные учебные действия. Вот когда я думал над этим, ну, я над этим начал несколько лет назад, когда у меня начались курсы вот в том университете, который сейчас меня представляет на вебинаре, вот я начал думать, со всеми остальными там регулятивные и все прочие, это все понятно. А вот личностные, как математика может помочь в их развитии? Давайте зачитаем, что такое личностные универсальные учебные действия. Коротко и сокращение. Во-первых, положительное отношение к школе, широкая мотивационная основа учебной деятельности, учебно-познавательный интерес к новому материалу, ориентация на понимание причин успеха, способность к самооценке, основы гражданской идентичности личности, ну, как я, как гражданин России. Ну и, наконец, последнее, хоть и последнее, но для меня очень важное, это чувства прекрасного и эстетические чувства в математике. Могут ли быть какие-то, можно ли найти что-то прекрасное в математике? Я понимаю, в литературе, в музыке, там, в живописи, да, безоговорочно. А как в математике? Ну, по моему убеждению, да. Постараюсь, как можно это вам рассказать, но давайте по каждому пункту, что у меня там. Я говорю вам, я читал вам цитаты из стандарта, немножко так сказать, перефразированные. А теперь мое видение каждого вот этого пункта. Итак, мотивация учебной деятельности. А что это такое? Вообще-то, на мой взгляд, что нужно сделать, чтобы дети лучше учились, скажем так? Ну, могут быть такие методы кнута и пряника. Ну, пряник, понятно, хорошая отметка, там, и всё прочее. Кнут – это двойки, вызов родителей, там, в зависимости от того, в каком классе. Но, по моему убеждению, конечно, истинная мотивация – это интерес к предмету, которая должна быть, которую должен вызвать учитель, на которую должен вызвать и тот учебник, по которому ведётся преподавание. Вот я здесь записал в своих записках так называемая псевдомотивация. Давайте я вам зачитаю. То есть, те виды мотивации, которые, к сожалению, применяются, но дают, как правило, обратный эффект. Первое – ради оценки. Ну, оценка в школе неизбежна, понятно, как-то надо оценивать ученика. Но это не должно быть, ну, доминантой. Оценка не должна быть то, к чему должен ученик стремиться. Это приятно. Но всё-таки это так. Ну, оценка. Следующее – ради успешного будущего. Ну, это, как правило, в старших классах, как правило, идёт от родителей. Вот ты будешь хорошо учиться, ну и так далее, тебя ждёт большой успех в жизни. Ну, в принципе, ничего я дудного в этом не вижу. Если только это опять не выходит на первый план и не повторяют своему ребёнку родители изо дня в день. Это не будет мотивации, это скоро надоест. Получить конфетку. На этом больше, наверное, на младших классах действует. Конфетка может быть и в прямом и переносном смысле. Вот, тем не менее, это всё подмены. Так же, как и ужасный следующий пункт, который псевдомотивация – это карательные меры. Ну, они бывают не только в виде плохой оценки, они бывают ещё в разных и других формах. Но в любом случае это вызывает негативное отношение к школе, к учёбе и так далее. Ну, ещё есть у меня тот пункт, я думаю, я уже достаточно сказал вот об этих псевдомотивациях. А теперь постараюсь сказать о мотивациях, в том смысле, в каком я это понимаю. Вот как сделать, чтобы ученик учился? Для меня мотивация главная, а может быть и почти единственная – это интерес к предмету. Надо, чтобы ученики заинтересовались, чтобы им было интересно вот это, то, что они сейчас проходят, изучают, чтобы это ни в коем случае не было мне скучно, а как этого достичь? Ну, вот у меня тоже несколько расписано пунктов. И на первом пункте, конечно, то, что я считаю самым главным, что мотивирует детей на хорошую учёбу – это личность учителя. Личность учителя. Что это значит? Учитель должен, ну, не побоюсь этого слова сказать, нравиться детям просто как человек, как личность. Он должен быть им интересен. Он должен быть, ну, как сказать, в хорошем настроении, даже если на самом деле он не очень хорошим. Он должен быть немножко артистом. Он должен понимать, что, входя в класс, он вот перед там 20 или больше человек на него смотрит и от него чего-то ждут. И он должен не разочаровать, оправдать их ожидания. А что первый учитель должен показать вот в ходе урока? Я считаю, что первое и главное – это увлечённость со стороны учителя. Вот решаем мы какую-то задачу. Может быть, хорошо известную учителю, хорошо известно, как её решать, там никаких там чего нет. Нет, учитель обязательно должен вместе с детьми в процессе вот этой учёбе как бы сам решать эту задачу. Думать или делать вид, что он очень, так сказать, задумался. Где-то, может быть, предложить какой-то вариант. А я вот думаю, что так, а может быть, иначе. То есть он должен участвовать вместе с учениками в процессе решения. Что при этом развивается? Посмотрим вот на левую колонку. Конечно, коммуникативные универсальные учебные действия в первую очередь. Следующий пункт – так я условно называю методические хитрости. И от учебника, и от учителя. То есть что должно быть в учебнике? Та же самое. Тот же самый – вызвать интерес. А что вызывает интерес от учебника и от учителя? Вот такое слово, которое я тоже очень люблю использовать – это интрига. Вот в математике, вот да, не только математика, но в математике обязательно в решении, при осмотрении какой-то задачи должна быть интрига. Что-то такое непознанное, новое, может быть, странное, может быть, что-то еще. Иногда мы это называем коллизией. Вот это интрига, что должно детей заинтриговать, замотивировать на учебу. И вот учитель, и учебник, конечно, в сотрудничестве с друг с другом должны постараться вот эту интригу сделать. То есть поставить интересную задачу и дать возможным детям над ней подумать, на ее решать с помощью учителя, взаимодействуя между собой. Постараюсь вам тоже на уроках это показать. Дальше. Прикосновение к прекрасному пониманию этого, помните, да, вот эстетическая составляющая. Вот что-то должно быть красиво в математике. Я чуть-чуть позднее это скажу. Но вот это прикосновение к красивому в математике обязательно должно присутствовать. Сейчас скажу даже про очень простое, такое, может быть, даже внешне красивое, в младших классах, там где-то, ну, в первой половине школьной жизни, дети это очень любят. Например, решаем задачу. Ну, в задачу всегда есть какой-то объект, ну, условно, кошки. Половина детей, вот когда я говорю, нарисуйте вот что вот к этой задаче, этих кошек тщательно вырисовывать. Ну, на уроке, может быть, нет времени. Вот в домашнем задании, пожалуйста, делайте рисунок. Многие математические структуры, тоже, вот так сказать, сказать обо всем не смогу, но тем не менее, их можно очень красиво внешне оформить. И детям это нравится. А то, что оформлено красиво, это всегда запоминается лучше. Я думаю, вы сами это не хуже меня знаете. Ну, и, наконец, радость. У меня получилось. То есть нужно строить так урок, чтобы дети в конце его, они вот радостно вслухали про себя, это воскликнули. У детей должно что-то обязательно получиться. Трудная задача, должна она решиться, или там какого-то продвинуться в решении. Ученик должен почувствовать, что он на этом уроке сам вырос по отношению вот к тому, какой я был вчера. Вот личностное, да, развитие личности, помните, да, основная цель, задача там, обучения в современную эпоху. Так, пойдем к следующему пункту. Личностных универсальных учебных действий. Это понимание причин собственных успехов. Почему у меня получилось, да, вот понимание неудач почему-то нету. Это тоже, конечно, нужно. Но, тем не менее, это рефлексия. То есть ученик должен понять, в данном случае, раз говорим об успехах, что мне помогло в этом успехе. Вот я первым пишу. Меня заинтересовала задача. Перекликается тем, что я говорил раньше. Интерес к предмету. А что должен сделать учитель? Правильно, заинтересовать ученика интересной задачей. В процессе решения задачи, а задачи, конечно, должны быть достаточно, если не сказать, что сложными, но такими, чтобы над ним надо было немного поломать голову. Потому что очень простые задачи неинтересны, они скучные. Вот когда задачи в достаточном уровне сложности, то обязательно бывают поиски, какие-то неудачи, ошибки, неверные ходы, какие-то общения между детьми. Но в конце концов должно всё получиться. И задача учителя очень важная – создать такую ситуацию. Следующий пункт. Труд не должен пропасть даром. Ну вот я могу из своей жизни привести пример. Я, так сказать, периодически бываю в ряде школ в России, даже в Белоруссии был. И вот во многих школах мне дарили, те, которые мои пособия используют в той или иной степени, они мне часто дарили сборники каких-то своих задач, заданий, вот как красиво оформляли их. Видите, они трудились. И труд не пропал даром. Они его подарили тому, кому хотели подарить. И сделали это совершенно искренне, конечно, не по указанию учителя. Но в другой форме. Что-то сделали, куда-то это должно пойти, в какое-то там, ну, портфолио, как это сейчас говорят. Где-то это должно отразиться. Ученик трудится. И, конечно, его труд должен быть, ну, оценён в той мере, в какой это возможно. Следующий очень важный пункт. Это вот касается того, что записано в стандарте – индивидуализация обучения. Каждый ученик, все дети разные. Есть сильные, есть послабее, посильнее. Так вот, задача современного, так сказать, образования и стандартах, это прописано, чтобы каждый ученик обязательно развивался бы. И причём развивался относительно самого себя. Я вчера был таким, сегодня я уже развился, стал выше. А завтра я стану, наверное, ещё лучше. У меня что-то получится то, что не получилось сегодня. И вот задача учителя каждому ученику или какой-то группе учеников – дать возможность это почувствовать. Задача авторов учебников и пособий – это составить их так, чтобы в них были задания для разных категорий учащихся, более сильных, более слабых, чтобы каждый мог найти свою нишу, и в этой нише вот развиться, продвинуться вперёд. Вот я сейчас постоянно вспоминаю, да и сейчас мне вспомнили слова Льва Семёновича Выгодского, это о том, что обучение должно вести в зоне ближайшего развития, то есть в той зоне, которая не то, что достигнута сейчас, а которая очень скоро будет достигнута. То есть чуть-чуть планка должна быть выше сегодняшних способностей ученика. То есть он должен штурмовать эту планку, которая немного выше его сегодняшнего. И вот когда он её преодолеет, а преодолеть он должен обязательно, то есть нужно, так сказать, и учители, в общем-то пособия должны быть так написаны, то ученик, конечно, испытывает большую радость и чувствует, что он вырос в собственных глазах. Вот она ещё мотивация. Вот ещё один пункт, он больше, наверное, к методике относится, как выстраивать систему заданий. Вот если встретилась какая-то новая задача, я опять, естественно, говорю про математику, обязательно должны быть какие-то воспоминания о похожих задачах, которые решались раньше. То есть вот должен быть такой процесс, мы даже это называем процессуальностью, свойства процессуальности. Это очень важно, чтобы те знания, которые приобретены, они не были потом забыты, а были в скорейшем времени востребованы. Вот именно тогда получаются прочные знания. Вот я очень часто употребил, да, и буду употреблять, наверное, прочные знания. Это же большая проблема. Дети учатся, учатся, а на выходе они большую часть не помнят, а уже за каникулы всё забывают. Вот в чём проблема? Вот мне кажется, вот эту систему, тех пунктов, которые я вам говорю, как раз и должны способствовать, помочь этому штабу, чтобы дети не забывали, чтобы труд и учителя, и детей, и пребывание в школе не пропало бы даром. Ну и, наконец, с большим восклицательным знаком, последний пункт в этом пункте, скуке и страху не должно быть места на уроке. Я думаю, понимаете, что значит? Во-первых, скука – это скука. Дети спят. Они невольны, даже если они, так сказать, физически бота стоят. Они не следят, не видят, не слышат. Потом спрашивают, что было на уроке, никто ничего не скажет. А всё потому, что было скучно. То же самое страх. Попробуйте в состоянии страха что-то, какую-то решить задачу. Вряд ли получится. То есть должна быть обстановка трудовая и радостная, чтобы дети чувствовали, что им интересно учиться, что вообще они не думали, что мне что-то здесь грозит. Ну, следующий пункт я уже коротко расскажу, потому что я уже говорил. Наличие интерес к новому учебному материалу. Да, вот тоже вот из этих пунктов стандарта. Вот об интриге, о том, что была неразгаданная тайна. Даже можно так сказать, естественно, во всех уроках. Задание должно быть посильно трудным. Слишком лёгкое – это неинтересно, скучно, вот та самая скука. А если дают слишком сложно, а такое мне тоже часто приходилось с таким сталкиваться, то дети просто они не понимают. Они формально чего-то списывают, а ли родители меру своих сил помогают или не помогают, ну и, конечно, знания не усваиваются. Очень важно, чтобы создать такую ситуацию на уроке, чтобы ученик мог добывать знания самостоятельно, по возможности, с помощью учителя, с помощью одноклассников, но чтобы шла работа мысли, шло продвижение к добыванию знаний. Ну, следующее, я, может быть, и повторяюсь, увлечь учеников. Собственная увлечённость учителя – это лучшее для того, чтобы это было. Ну, давайте дальше посмотрим. Самооценка. Ну, скажите мне, ученики вообще-то способны к самооценке. Вот требуют или не требуют, предлагает ли им учитель оценить себя. Вот как я? Вот вчера, чего я не знал вчера, сегодня знаю. Каких мне знаний не хватило для того, чтобы решить какую-то задачу поставленную. Вот мне кажется, что дети этого просто боятся. Скажут чего-то о себе слишком хорошо, ну, может их учитель пристыдить. Скажут плохо, оценку может нехорошую получить, поэтому они молчат. Зачем я, когда учитель всё равно меня оценит? Вот сейчас в стандартах тоже ведь это прописано, что умение себя оценивать, именно свой рост, свои, как сказать, что я новое приобрёл, что я новое узнал. И вот пособия, которые мы пишем, которые ещё, так сказать, планы у нас очень большие, обязательно в них будет присутствовать вот такие элементы самооценки. Вот в конце, может быть, какой-то там блока, какой-то темы, а вот что я новое узнал, почему у меня это получилось, а почему не получилось. Вот такого рода вопросы тоже это нужно. Очень часто мне, наверное, вам приходилось встречаться с феноменом, вот который один психолог замечательный, такой же термин «выученная беспомощность». То есть детей учат, школьников, даже в старших классах, к старшим классам это уже формируется, учат их беспомощности. Я ничего не знаю, я не могу себя оценить, вообще зачем я буду себя оценивать, учитель скажет, я сделаю. Вот мне кажется, новые стандарты нас ориентируют как раз на борьбу с этой выученной беспомощности. Ну и, наконец, последнее, что я скажу, пора уже переходить к урокам, это о недопустимости к карательной педагогике. Ну, во-первых, нулевой эффект. Во-вторых, что бы, во-вторых, вред здоровью, конечно. Все эти школьные болезни, они происходят на моему глубокому убеждению не от того, что дети там перегружены, скажем, математикой, а от того, что у них постоянно где-то в подсознании страх. Они боятся, что их вызовут, да они не ответят, на их что-то не так скажут, их отругают. Я сам по себе, мои школьные годы хоть были достаточно давно, все это мне очень хорошо помнится. Хоть скажу вам, я был, в общем-то, неплохим учеником, в общем-то, на пятерке кончил. Вот. Ну и, наконец, вот эта карательная педагогика часто сеет в детях семена агрессивности. В младших классах это не проявляется, а вот в старших агрессивность подростков, ну, это происходит от многих и физиологических причин, но во многом еще это и от школы, от того, что школа эти семена агрессивности сеет. Ну вот, не знаю, я вот, кажется, закончил вот разбор вот этих, нет, не закончил, извините, еще там об очень главном, но тем не менее, вот о том, как должны строиться отношения. Вот я постарался, еще раз говорю, это мое личное видение вот тех пунктов стандарта, вот касающиеся личностных, универсальных учебных действий. Вот мы и перешли еще к патриотическим чувствам и развитию национальной идентичности. Вот я на первый взгляд показал, что математика, ну, точно здесь бессильна, ну, какие могут быть патриотические чувства, все-таки не история, не литература, а на самом деле ведь могут. Вот если вспомнить, смотря, что считать патриотическими чувствами, я первое считаю, что-то сказать развивает эти чувства, это прежде всего приобщение к нашей великой культуре. Это и, конечно, литература, и музыка, и живопись, и все-все-все, а также и математика. Ведь в истории России были замечательные учителя математики, которые нам оставили, нам, уже живущим, гораздо после них, огромное наследие. Перечислю коротко, назову этих трех, которые у меня там, в моих лекциях, они более подробные, я о них говорю, но все-таки обратите на них внимание. Леонтий Филиппович Магницкий, современник Петра I, автор первого в России учебника математики. Его сейчас можно купить. Вот когда я был в школе, учился, это невозможно было, а сейчас можно купить и посмотреть, какие были задачи, о чем они были, какого уровня сложности, может ли современный ученик их решить. Ну и, конечно, сама личность Магницкого очень интересна. Дальше. Вторая половина XIX века. Сергей Александрович Рачинский. Он не только учитель, он еще и подвижник. Он организовал сельскую школу, и его ученик, писатель Богданов Бельский, вот запечатлел вот эту школу на своих полотнах. Замечательно. Сейчас тоже продаются многие книги Рачинского. Помимо задачника, есть просто о нем, о его каких-то взглядах на преподавание математики. Вы знаете, очень с интересом, об огромном, я эту книгу прочитал. И вот понял, что, ой, как, кажется, про стандарты еще тогда Рачинский сказал о требовании стандартов. То есть, на самом деле, великие люди всегда опережают свое время. Ну и, наконец, почти наш современник, по книгам которого меня, можно сказать, заинтересовала и математика, и физика, это, конечно, Яков Сидорович Перельман, чьи книги сейчас тоже в широком доступе. Пожалуйста, можно вот это все тоже включать в учебный процесс, и не только как познавательное, а именно как приобщение к нашей отечественной культуре. Ну и, наконец, эстетическая составляющая. Очень трудно говорить об этом, ничего не демонстрируя. Поэтому постарайтесь вот сами найти, и я просто процитирую, приведу одну цитату великого физика 20 века, Поля Дирака. Послушайте, пожалуйста. Математическая красота – это качество, которое невозможно определить, как нельзя определить красоту в искусстве. Однако изучающие математику без труда узнают его. То есть, невозможно четко определить, действительно нельзя определить. Почему вот что-то красивое, музыка красивая, вот мне нравится, а вот это не нравится? Почему какая-то картина у меня вызывает волнение, а другая равнодушна? Но вот в математике то же самое. Это сразу видно. Имеющий глаза увидит. Ну, давайте теперь перейдем к анализу уроков к следующему пункту. Я постараюсь в ходе этих уроков показать, как же все-таки можно развить универсальные учебные действия. Вот сценарий урока. Мне ближе писать уроки именно как вот такую театральную постановку. Скажу, я эти уроки проводил сам неоднократно на открытых уроках, на мастер-классах, в незнакомых школах. Это, в общем-то, я практикую, и мне это полезно. И вот запись какой-то такой, ну, обобщенная запись вот того, что там было, я вам приведу и будем анализировать. Итак, вы видите тему третий класс задачи на пропорциональное деление. Очень важный тип задач. Начало. Итак, как же ввести детей в круг этих задач? Они с ними не встречались. Деление в представлении детей это деление на равные части. Да, в третьем классе уже они делят достаточно, так сказать, сложных случаях. А теперь пропорциональное деление. Вот на экране появляются две задачи. Давайте их почитаем. Первая задача – это живут чёрные и белые кошки, 36 их всего, чёрных и белых порв. Но вопрос – сколько чёрных, сколько белых? Задача – два. Похожая чем-то на первую. Живут кошки, правда, в другой окраске. Их тоже 36, но ключевые слова – рыжих – два раза больше, чем пёстых. Вопрос тоже – сколько тех и других кошек. Значит, что надо сделать, чтобы дети научились решать? Понятно, вторая задача – пропорциональное деление. Учитель, на мой взгляд, должен первым делать то, что я далее предлагаю. Итак, первый вопрос – какая задача кажется более лёгкой? Понятно, то, которое мы знаем. Дети так и отвечают. Говорят, мы решали, мы умеем. Кто-то даже считает, что и вторую задачу может решить. Вторая задача, им кажется, кому-то также похожа на первую, только там кошки другие. Что это такое? Вот я в скобках пишу – интрига. А что там универсальные учебные действия, вот синим цветом, написанные, познавательные? Проводить сравнение, сравнивать с задачей. Цель сравнения задачи, я думаю, понятна, это выйти на существенное различие между ними. Вот дальше, в следующих скобках это написано. Выделять существенную информацию из текстов. Ну и зачем выделять? Чтобы научиться решать. Итак, что делать дальше учителям? Я спрашиваю. Прощение. Конечно, что делать? По-разному бывает, между прочим, вот в моей практике тоже было, что дети иногда вот в одном классе сразу они нашли, как решать вторую задачу, хотя никогда этого не решали её. Но чаще бывает, что нет, они ещё думают. Давайте решим первую задачу, предлагает учитель, чтобы просто они к ней приобщились, а после решения первой они посмотрели бы всё-таки на вторую. Ну, как правило, решается она без труда. Таких задач решали, мы решали уже много таких задач. Все согласны здесь, пока проблемы нет. Проблемы будут дальше. Что делает учитель? На что хочет учитель обратить внимание детей следующими вопросами? Вот на те ключевые слова, вот в задачах, в частности, в первой и второй, которые и ведут к тому, что задачи разные и решаются по-разному. Итак, учитель ничего не говорит, а задаёт очередной вопрос. Почему вы решили, что одним действием решаются и делением? Ну, дети, конечно, в общем-то, без труда отвечают. Кошки двух видов, такой вопрос задачи, но сразу, как правило, они не видят того ключевого слова, которое обеспечивает, благодаря которому именно так надо решать. А вот ученик, там условно названный Димой, я думаю, что вот находит это слово, да, поровну, вот, а это означает, что нужно разделить на два. Что тут я написал, это не из тех самых универсальных действий, это просто учитель даёт детям возможность самостоятельно добыть знания. Ну, что делать? Что делать учителю дальше? Конечно, он должен опять спросить у детей. Он не должен говорить, что Дима прав, а вы нет. К чей ответ вам больше нравится? Ну, дальше идёт дискуссия. Какие учебные действия развиваются? Я не написал, но я думаю, вы без труда, вот, если вы ещё так посмотрите это, вы наверняка найдёте там ещё много различных пунктов, где можно увидеть, ну, так сказать, на развитие ОД. Итак, чей ответ больше нравится? Конечно, все ответы решили правильно, но у Димы что-то хорошее, важное, нашёл важное слово. теперь понятно, какое это слово по-равну. А теперь учитель ведёт детей по второй задаче. Внимательно читать текст. Кстати говоря, работа с информацией. чтение текста, вычленение из него важных, важнейших существенных, так сказать, слов, или там каких-то групп слов, или фраз, или мыслей. Вот. И так внимательно читаем текст. Это очень важно, потому что многие, и даже в старших классах, не умеют читать задачи. Не умеют читать задачи, я понимаю, не умеют увидеть в тексте задачи те ключевые слова, которые наводят на путь решения задачи. Вот этому мы и учимся. Вот. И учитель, значит, опять интригует детей. Может быть, вы найдёте там важное слово, которое подскажет способ решения задачи. Кстати, всегда нужно искать важные слова. Что делают там, что я там, какие сделал пометки. Регулятивные. Понимать, сохранять учебную задачу, да, вот, то есть учебная задача продолжается, и учитывать, выделенные учителем ориентиры. Учитель даёт ориентиры. Дети начинают думать. Как вы думаете, да, учитель говорит, спустя несколько минут, будут ли те же числа? То есть, если дети не нашли, может быть, нашли, тогда немножко другой будет сценарий. Посильно трудно. Видите, трудность есть. Дети должны её сами преодолеть, сами выйти на споршеб решения задачи. Но его девочка Варин находит, что, видите, она говорит, те же числа, их два раза больше. Ну, то есть, она ещё не совсем разобралась. Но в два раза больше она это увидела. Но как это применить в два раза больше, увидят дальше. Смотрим дальше. Вот, конечно же, коммуникативные, учебные действия. Здесь дети не согласны с Варей, отстаивать свою точку зрения. Такой пункт тоже существует. Вот, значит, дети не согласны. сказано, что в два раза больше, значит, не будет, Божьему. То есть, дети уже к чему пришли? Что задача другая. Что решение первой задачи не проходит способ решения для решения второй. Вот. Мне кажется, что 8. Видите, опять, они вот увидели следующее, что 18, что 36, что в два раза больше увидел, но забыл про то, что их вместе будет много, ему возражают другие дети. Видите, оценивать правильность выполнения действия, оценивать, а правильно ли я решаю? Вот противоречие условию. Тоже противоречивая информация. Видите, тоже мы столкнулись с работой, с информацией. И, конечно же, идет общение, коммуникативные ОД. Так вот, учитель вступает в слово, видите, он дает возможность детям высказаться. А теперь, потом берет уже слово, когда это считают нужным. Так бы уже другие ответы, говорит учитель. Да, всех с этим согласились. То есть, первый этап в познании уже произошел. Но теперь задает, конечно, самые важные слова. А какая часть в тексте указывает на различие? Рыжих в два раза больше, а было поровно. Вот видите, дети путем вот таких собственных добываний знаний, проб и ошибок все-таки пришли к тому, что вот как нужно это решать, что ответы будут различными, но и почти подошли к решению задачи. Давайте чуть-чуть быстрее просто время поджимает. Значит, дети уже приходят к выводу, что разделить на два будет неверно. Да, потому что на что-то разделить уже кто-то говорит, да, уже чувствуют. А почему трудно сказать, на что разделить? На три надо, понятно, разделить. А числа три нет в условии. Детей до сих пор учили, что действие можно проводить лишь числами, которые даны в условии. И вот начинается опять поиск информации, видите, осуждение об объекте. И, наконец, вот мальчик Петя наконец-то нашел решение задачи. Но он, правда, ее еще не решил. И вот для того, чтобы подтвердить решение задачи, как это вот с Петей, вот появляется схема, чуть-чуть быстрее пройдем, я думаю, вы без труда уже понимаете, какая тут идея заложена в этой задаче. Появляется схема. Это следующий этап помощи от учителя. Там пестая кошка, вы видите, это рыжая кошка. И вопрос, какую новую информацию получили схемы работы с информацией. Представление информации на схеме, дети с этим, естественно, знакомы, она просто появляется в нужный момент, когда надо дать помощь, когда дети уже почти близки к тому, чтобы понять задачу. Схемы у детей много раз рисовали, и, наконец, девочка Настя догадывается, что разделить, конечно же, нужно на три. Ну, учитель задает вопрос, почему на три такого числа нет? Видите, так он, так сказать, какую-то роль играет, да, входит, почему докажите мне? Это тоже очень важно, чтобы стимулировать работу мыслей, а не давать готовые знания. Вот на этом я прерываю урок. Это, конечно, фрагмент. Дальше они, так сказать, уже решают задачи. Наверное, надо дать еще похожую задачу на этих кошек. Ну, давайте перейдем ко второму уроку. У нас осталось пять минут. Пятый класс или шестой, в зависимости от курса, деление до дроби. Вот это, на мой взгляд, самое страшное, что вообще в действиях с дробями. Почему? Страшное, в смысле неожиданное, непредвиденное. В чем-то непредвиденность. А в том, что при делении на дробь, я имею в виду, естественно, правильную дробь, в ответе получается большее число. Дети привыкли, что если мы делим, всегда меньше, чем делимое, да, в частном будет нормально. А вот сейчас должно получиться другое. То есть, должна получиться, как мы говорим, коллизия или видимое противоречие, противоречащая информация. И дети должны найти выход из этой коллизии и вот подумать, как же все-таки научиться, через выход, через разрешение этой коллизии, научиться делить на дробь. Вот смотрите, сначала даются простые деления, знакомые детям, чтобы их, так сказать, включить. Немножко труднее это деление, но дети это уже умеют. 5 на 2, не с остатком, естественно, делить, а с дробью в частном. Дробь мы уже, так сказать, учим. 2,5, естественно, ответ. Но все равно он меньше. Вот теперь мы готовимся через небольшая разминка. И сейчас будет та задача, которая потребует деления на дробь. Вот тот же прием я использую, какой был в предыдущем уроке. Это дается пара задач. Слева идет задача, которая решалась, в общем-то, какая оподная задача, а справа новая, которая должна помочь детям найти, вот это, выйти на те знания, которые добыть самостоятельно эти знания. Ну, понятно, да? 6 грибов, а младший ты во сколько раз? Во сколько раз? Во сколько раз старший брат собрал больше, чем младший? Абсолютно задача не для пятого класса, понятно. Дети без туда его решают. А теперь правая задача. Младшая, там старшая, там взяла 6 яблок, как и там старший брат, а младшая не 3, а половину яблока. Тот же вопрос. Во сколько раз у старшей сестры больше, чем у младшей? Вот поставлена задача, создана интрига, создана коллизия. Детям дается путем сравнения задач найти способ, так сказать, во-первых, решить и выйти на новые знания. Итак, что говорит учитель? Вот он, собственно говоря, эту интригу и формулирует. Задачи будут решаться одинаковым действием или разных. Давайте еще раз посмотрим на задачи. Какие там вопросы? Во сколько раз больше? Во сколько раз больше? Такие задачи где-то там со второго класса уже решали, когда выучили умножение и деление. Конечно, задачи с вопросом, во сколько раз больше решаются действием деления. Ну, что дети говорят? Ну, первая задача очень легкая, конечно, а вторая – какой будет ответ? Вот здесь и возникает сама коллизия, противоречивая информация. Вроде бы надо разделить, вроде бы как-то странно наполовину, а что же будет? То есть, дети в основном бывают в недоумении. И даже, кстати, предложить это в старших классах, такое же будет недоумение. Ну, что делает учитель? Дальше давайте, так сказать, дадим время, возможность сказать детям, высказать свое мнение, вызывает доски тех, кто, в общем-то, хочет, или там, по мнению учителя, первая задача решается без труда, во второй – пока ответа нет. И даже если бы он был, даже если бы он был правильным, все равно учитель нужно было не говорить «молодец, Станя, ты прекрасно решила», а надо было сказать «а почему именно так?» Ну, в данном сценарии дети затрудняются, и учитель начинает вести детей к самостоятельному добыванию знаний и к выходу на, в общем-то, на новые знания. Итак, с решением Димы понятно, все согласны, а что написала Таня? Таня пока написала выражение, она еще не нашла его значения. А чему равно значение выражения? Поможем Тане, как разделить шесть на половину? Поднимаются руки, разные мнения. Мне приходилось слышать самые-самые разные мнения. Вы знаете, мне несколько раз в жизни приходилось читать вот эту лекцию студентам колледжа, педагогического, будущим учителям, математики. Где-то там вот последний раз в Володе Ногинске на третьем курсе я вот это дал как пример вот такой интересный. И половина тех, кто меня слушал, в общем, сказали, что будет три. То есть, один разделили на два. Одна четверть ничего не сказала, мы не знаем, но одна четверть сказала правильно. То есть, обратите внимание, насколько важно вот это на данном этапе, чтобы дети поняли, что здесь в действительности происходит. Итак, как разделить шесть на одну, вторую, на половину? Так, теперь, значит, дается слово детям. Во второй задаче кто-то сказал, тоже будет ты. Самый простой, естественный ответ, так кто-то не согласен. А почему не должны нельзя согласиться? Потому что делим-то на разное, делители разные, делим одни и те же, делители разные, уже ли частные будут одно и то же. То есть, дети должны хотя бы вот здесь, да, противоречивая информация, найти выход из этой противоречивой. То есть, кто-то прав, кто-то неправ. Возможно, правы оба неправы. ну, первый-то понятно, прав. Вот найти выход из этой ситуации. Мы же делим на другое число, вот последние слова. Пойдемте дальше, посмотрим, как урок развивается. Так, кто-то говорит, что получится меньшее, чем три. Что вот навело на эту мысль, что вот половина-то маленькое число. Они еще не знают, не сообразили еще, что делитель, если меньше, то и частным будет больше. Так, наоборот, большее. То есть, могут быть разные мнения, коммуникативные, универсальные учебные действия. Видите, у каждого своя точка зрения, каждый ее свободно высказывает. Это очень важно, потому что, когда дети будут в этой дискуссии участвовать, они будут жить на уроке. И то, что они получат на уроке, они вряд ли очень скоро забудут. Кто-то даже считает, что на дробь нельзя делить. Это первый случай. Почему они так решили? Потому что на ноль нельзя делить. Так, почему бы не подумать, что, наверное, есть и другие числа, на которые нельзя делить? То есть, то есть, то есть, тоже есть такие запреты. И кто-то вот в конце этот говорит, а я думаю, должно получиться большее, чем шесть, но не могу объяснить. Это уже какая-то интуиция, первые наметки знаний, ощущение результата, прикидка. Очень это тоже важно, чтобы дети шли к ответу, не через то, что правильно им скажет учитель, а вот путем вот таких проб и ошибок. Вот. И, конечно же, возмущенная реплика. А когда ты видел, что при делении число увеличивается? Правильно. Весь опыт до пятого класса, со второго по вот этот данный момент, пятого или даже шестого класса, такого, в общем-то, не допускает. Число не может увеличиваться. Коммуникативное универсальное учебное действие допускает существование возможностей разных точек зрения. Каждый высказывает свою точку зрения. Учитель, как видите, не то слово, чтобы терпит, а с радостью принимает вот эти мнения. Потому что в этом и рождается как раз самостоятельное добывание знаний и, конечно же, прочные знания. Ну, когда-то учитель, конечно, должен взять слово. Ну что, он должен порадоваться, что много общего мнения. Наверное, так он это и делает. С радостью высказывает свои эти слова. Но теперь пора уже выяснить, чье же мнение правильное. Здесь, конечно, должна быть помощь. Дети еще не пришли. Что делает учитель? Как всегда, схема, она в каком смысле вообще-то палочка-выручалочка. По моему опыту, работая в школе и даже после того, как я ушел из школы, это очень важно, что схема очень важна на данном этапе. Наглядность. Модель, геометрическая модель. И вот видите, что появляется на экране. Если помните в задаче, там одна сестра съела шесть яблок, другая половина. Вот они, эти условные яблоки. Какое отношение имеет схема к задаче? Обратите также внимание, что целые яблоки наверху разделены на половины. Не случайно это сделано. Посмотрите, какое отношение имеет к задаче. Но это тоже работа с информацией, разное ее представление. Я бы даже сказал, перекодирование информации из текста на схему, из схемы на текст, которые тоже должны помочь решению задачи. И вот оно, комментарии ОД. Учитывать выделенные учителем ориентиры действия. Ну вот, понятно. Учитель дает новые ориентиры. Дает, понятно, с целью, чтобы дети поняли, как эту задачу решать. Ну, круги, конечно, обозначают яблоки. Дети распознают эту схему. То есть, фактически, они перерабатывают эту информацию, понимают. Вот, а теперь, учитель, ну, наверное, уже кульминация, так сказать, данной части урока, с помощью схемы постарайтесь ответить на вопрос-задачи. Вопрос-задачи, во сколько раз первая сестра, старшая, съела, взяла больше, чем младшая. И вот смотрим, я вернусь на этот экран, видите, сколько здесь половинок в шести яблоках. Ясно, что 12, а здесь одна половинка. Вот, ну, и вот тебе уже, ну, совсем уже нельзя не добыть это знание. В дети, вот дети это и находят. В шести яблоках 12, половин. Ответ 12. Как странно. А тем не менее, вроде бы и правильно. А вроде бы странно. Дальше, что в другие, так сказать, кто-то другой говорит, но ведь мы должны разделить шесть на половину. Как же может получиться большее число? И вот, выходит, что может. Парадоксы. Математика, она сплошная, вся в парадоксах. И этим она красива, этим она интересна. Вот она. Когда мы разрешим коллизию, знаете, какой восторг бывал в классах, когда, оказывается, вот, вот можно делить, когда делим, получается, большее число. Они потом родителям хвастаются, всем говорят. Вот. Теперь кто-то из детей, самый смелый, наверное, я знаю, как разрешить наш спор. Ну, естественно, учитель дает возможность Володи высказать собственное мнение и позицию. Вот. А как проверить? Ведь кажется странно. Ведь какая-то странность, а вроде бы правильно, можно как-то подтвердить. Ну, и Володя, видимо, вспомнил, что деление можно проверить умножением. Правильно ли выполнено деление? Пожалуйста. Если умножить частное на делитель, да, получится делимое? Да, вон, оказывается, мы много раз умножали половину на 12, 6. Подтверждение того, да? Коллизия почти разрешена. Недоумение остаётся, но сомнений, наверное, нет. Остаётся что? Мы расширили новое знание, мы пошли на новую ступеньку знаний, мы познали то, чего не знали раньше. Странно, но правильно, парадокс. Я знаю, ну, вот, кажется, наша последняя страница. Что такое парадокс? Вот мне помешало бы вспомнить это слово, и где вообще оно ещё встречалось? Что-то противоречит тому, противоречивая информация. Вот я специальный этот урок, во-первых, мне он очень нравится по своей, так сказать, теме. Во-вторых, конечно, эти парадоксы коллизии, я не знаю в курсе, так сказать, ну, по 6 классу, в котором я в основном работал, где можно ещё найти вот такого уровня коллизию. Итак, что значит разрешить парадокс, спрашивает учитель. Дети его разрешили, конечно, они должны это сказать. Учитель должен подвести какой-то итог. Понять. Что такое разрешить парадокс? Понять не потому, ещё раз повторю, простите, так назову эти слова, что так сказал учитель, значит, это правильно. А правильно, потому что мы сами к этому пришли, под руководством, естественно, учителя. И вот, когда разрешили парадокс, мы поняли, как делить на дробь. А ещё что поняли дети? Понять, почему так происходит. Не просто так, правило такое, записанное в учебнике, а почему именно так. Математика, очень, скажем, учебники часто страдают тем, что правила даются без понимания сути, без понимания того, почему так, а не иначе. Почему надо, скажем, при сложении дроби и общий знаменатель, а при умножении умножать числители и знаменатели. Ну, правило и всё. А как было бы хорошо, если бы дети поняли, вникли в суть, почему так происходит. Вот я постарался этим уроком как раз и дать возможность это понять. И вот дети, конечно, где-то радостно восклицают эти слова. Значит, мы разобрались, почему так происходит. Да, разрешили парадокс, спрашивает учитель. Ну, может быть, не совсем ещё полная уверенность. Мы проверили, получилось, рисунок подтверждает. Ну, сразу скажу, что там ещё продолжение. Этот урок имеет, вернее, эта тема. Как подтвердить другими, так сказать, другими способами, сейчас тоже геометрической моделью, что действительно так получается. Ну, и вот здесь осталось мне место для домашнего задания, чтобы уже, так сказать, совсем разрешить этот парадокс, чтобы детей это не пугало. Вот посильно трудно. Это последний, так сказать, курс его набранный, это, скорее всего, домашнее задание. Видите, сделайте рисунки, не просто разделите, а сделайте рисунки, которые бы это подтвердили. Во сколько раз, ну, вот там тоже самое, одно число больше, или сначала докажите, потом во сколько раз, одно число, с числом этим уже дети работали, их задача, значит, сделать рисунки, или как-то так, по-другому разобраться, на уровне, будем проверить деление умножением, то есть, фактически приблизиться уже, то есть, приобрести новые знания и применить их на практике. Ну, дальше, понятно, их ждут очень серьезные испытания, будет, мы же наполовину делите, на четверть, видите, числитель везде единица, это легко. А если мы потом на три четверти разделим, на одну четверть, а потом на три четверти, тоже ведь будет коллизия, где-то там в три раза будет то ли больше, то ли меньше. Ну, это, естественно, материал уже следующих уроков, которые не вошли. О, еще, оказывается, есть, давайте посмотрим. Так, советую изображать с помощью кругов, так будет быстрее и проще. Вот дети, это, не допустим, не домашнее задание, это просто продолжение уроков. И вот дети, конечно, вот уже, они, ошибок будет гораздо меньше, потому что они уже понимают, они уже чувствуют, они уже разрешили парадокс. Вот, что еще? Устанавливать аналогии. Это тоже из познавательных, универсальных, учебных действий. Вот, и дети в конце, вот видите, еще последнее, что я, так сказать, хочу сказать, как дети сами выходят на правила умножения, на единичную допь. То есть, нужно делимое не разделить, хотя мы делимое, а умножить на знаменатель. И это уже некое, не то, что данное в учебнике правило, а дети сами к этому пришли. Ну, и на этом, я вот уже, время мое подошло к концу. Сейчас я готов ответить на ваши вопросы. Спасибо, Александр Григорьевич. Вопросы есть от наших слушателей. И вот один из них. Как применить все то, о чем вы говорили, в отношении формирования УУД для детей с нарушениями умственного развития? Ну, вы знаете, я бы думаю, на более, примере более простых заданий. Просто, там нет же заданий специальных на развитие, понимаете, вот на этих УУД. А в ходе урока, вот учитель, готовясь к уроку, вот продумать, какие фрагменты будущего урока, планируемого урока, на какие УУД будут направлены. Ну, если у детей какие-то там проблемы с развитием, конечно, задания должны быть более, так сказать, соответствующими их возможностям, все правильно. Но УУД в любом случае надо развивать. Мне кажется, это будет способствовать, в общем-то, исцелению этих детей. Вот только так, да, именно так. То есть, научиться увидеть. Цель моя какая была? Помочь вам научиться увидеть в ваших, так сказать, и прошедших, и будущих уроках как раз вот эти точки, которые ведут на развитие УУД. Именно это надо делать, независимо от уровня детей и класса. Пожалуйста, следующий вопрос. Спасибо. Вопрос. Почему материал учебников математики мало способствует формированию УУД? Ну, это вопрос к авторам учебников. Я, знаете, я вообще-то говорю, на лекциях я обычно позволяю себе такие критические замечания в адрес действующих учебников. Здесь я, конечно, не хотел этого делать. Вы знаете, потому что, я вам попытаюсь объяснить, потому что учебники, которые сейчас действуют, писались много-много лет назад. Потом они переделывались. Но теми, кто их переделывал, наверное, они не обращали внимания на то, что вот в ходе уроков, в ходе работы с учебником вот именно надо уделять внимание развитию УУД. То есть задания остались теми же, которые в прошлом веке, несколько десятилетий назад, а жизнь-то идёт вперёд. Мне кажется, вот только это. Ну, как выйти из этой ситуации? Вы просто спрашиваете, почему учебники такие? Да, во-первых, они такие, да. Но ведь урок-то ведётся сейчас, в 16-м году, и учитель, может быть, вооружённый какими-то знаниями о формировании УОД, ну, наверное, может и должен внести какие-то дополнения свои в урок, построить урок так. Ведь откуда берутся УОД? Из учебника раз, а из урока два, от учителя. Ну, раз в учебнике нет, ну, учитель, пусть сделает то, что не доделали в учебнике. Пожалуйста. Спасибо. Александр Григорьевич, скажите, пожалуйста, готовые схемы нужно давать к задачам или составлять их вместе с детьми? Всё зависит от ситуации. Вообще готовые лучше ничего не составлять. Вот видите, вот в этих уроках схемы, они были готовыми, но они появились не сразу, а после того, как дети изрядно поломали голову над задачей. То есть эта схема, это некая помощь от учителя в нужный момент. Вот в данном случае готовая. Очень важно, конечно, не давать готовые схемы. Может быть, и другой вариант. Это уже по усмотрению учителя по ситуации. Дать схему, построенную частично. Вот построите к задаче схемы. Те же самые, скажем, отношения больше-меньше или там пропорциональное деление, как угодно. Дать кусок схемы. Что изображает эта часть схемы? Что ещё нужно дополнить, чтобы получилась полная схема к задаче? Можно и так. Но я бы сказал, даже ещё и по-другому можно. В задаче дать пропуски. Это, извините, там на лекциях у меня здесь просто не поместилось. Задача с пропусками. Нет, скажем, чисел, нет каких-то ключевых слов, типа там на больше-меньше, в раз больше-меньше. А есть схема. Вот по схеме восстановите то, что пропущено в задаче. Ведь самые разные ведь приёмы работы с задачами можно предложить. То есть схема на усмотрение учителя, она должна, главное, работать. Вот если схема будет работать на развитие, на усвоение знаний, на развитие ООД, вот тогда она нужна. А универсальных, конечно, рецептов нет, когда и в каком виде давать. Это всё, в общем-то, творческий процесс. Пожалуйста. Спасибо. Вопрос. Изучаем таблицу умножения и деления. Нужна отработка знания таблицы до автоматизма. Задавала на лето учить, но всё же треть класса не справляется. Что порекомендуете? Ну, порекомендую. Не знаю, первая моя реакция была не задавать детям на лето. Нет, конечно, летом тоже нужно немножко работать. Согласен. Но вы знаете, таблица – это не просто нечто, что надо заучить, а это нечто, что надо понять. А чтобы пронять таблицу, ту же самую таблицу умножения, её надо, ну, не побоюсь этого слова, пережить. Вот как вот они вот это пережили, вот это деление на дроби, вот так же хорошо бы, чтобы во втором классе, изучая эти таблицы, они бы пережили таблицу умножения. Я вот один приём, к сожалению, я не могу ничего показать визуально, могу сказать. У нас есть такое интересное упражнение, называется прыжки по числам. Вот пример. Кузнечик начинает с нуля, ну, числовой ось он начинает прыгать. 0, 4, 8, 12, одинаковые делает прыжки через 4. И числа, которые он попадает, это есть числа, которые встречаются в таблицу умножения на 4. То же самое, можно разных размеров давать кузнечики, по-разному они прыгают, разные числа попадают, и вот если дети это всё прорисуют, пропишут, это будет дополнительный стимул, ну, вот, к непроизвольному, я бы сказал, запоминанию таблицы умножения. Вот, второй вариант, второе, так сказать, это давать задания, в которых хочешь, не хочешь, а вот эту таблицу умножения приходится использовать. Не просто там, 3 на 2, там сколько будет, нет, а чтобы в задаче пришлось им 6 умножить на 7, 6 умножить на 7, или разделить наоборот, и, конечно же, желательно, чтобы это делалось устно. Ну, можно ещё много привести таких различных приёмов, вот, например, таблицу умножения, я, например, очень люблю давать в виде матрицы, вот такую, да, по вертикали, по горизонтали множителя, а внутри этой матрицы значение выражения, то есть, значение произведения. Так вот, эту таблицу не просто смотреть и учить, а посмотреть, как она устроена, ведь она очень интересно устроена. Там те же прыжки через 2, через 3, через 4, да, и по вертикали, и по горизонтали. Какие-то числа очень часто встречаются в таблице, например, 24, 36, а какие-то числа почему-то не встречаются. Вот разобраться в этом. Как потом очень полезно таблицу умножения, вот тоже маточной в виде, использовать в ее выполнении деления. То есть, опять смотрим в таблицу, ищем делимое, делитель, находим частное. То есть, вот такие много, так сказать, аспектные, многоаспектная работа с вот всякими, ну, с делениями, они даже не называют, а таблицы, просто с умножением и делением, они помогут детям это запомнить. И еще мне хотелось бы порекомендовать, чтобы дети сами составляли эту таблицу, сами эту матрицу писали. Сейчас на компьютере можно так красиво это все оформить. Вот, попробуйте. Спасибо. Александр Григорьевич, интересный вопрос. Если ребенок понял на уроке, он должен повторить. А если не математик, заучивать? Как, как, как? Не математик, кто, ребенок или... Ребенок. Во-первых, не бывает еще математиков. Вот, я очень, так сказать, скептически отношусь к тому, что делить детей на математиков, технарии, гуманитариев еще неизвестно до кого. Как правило, не математики, ну, все зависит от учителя. Вот, если учитель увлек детей, скажем, математикой, большая часть класса будут в кавычках математиками. Если хороший учитель литературы, они будут гуманитариями. Ну, и плохой, соответственно. Вот. Но, повторить за учителем, вы знаете, ну, можно я так выскажусь, метод попугая? Нет, мне это не очень нравится. Хорошо, если ребенок поймет, что. А вот не повторить, а дать что-то похожее, но другое, как бы было ценнее. Те же самые, скажем, 6 умножил на 4, да, 24 получил, а теперь умножить на 6 на 8. Сколько будет? Да не нужна тебе таблица умножения. Два раза больше будет. 24 плюс 24. Вы знаете, вот устанавливать всякие связи и аналогии, это вот очень способствует запоминанию, в том числе и этой самой страшной таблице умножения. Спасибо. Вопрос. Довольно часто дают тест для самооценки в начале урока, а в конце выясняем, кто недооценил себя, а кто переоценил. Редко кто оценивает себя объективно. В чем проблема? Ну, оценка разная. Я сам себя иногда не так оценю, как меня оценят окружающие. Это понятно. Во-первых, не совсем понятно в конце урока, кто оценивал. Сами себя или учитель оценил. Если вот дети себя по-разному оценивали до и после, в конце, в начале, в конце, это вообще очень нормально и это, наверное, полезная информация для учителя. То есть, что произошло за урок и как дети изменил самооценку. Вот это мне очень нравится. А если дети дали какую-то себе оценку, а потом учитель ее корректирует, говорит, ты чего-то переоценил. Ну, наверное, я вообще такого говорить не надо. Вот мне так кажется. А вообще давайте самооценку в тот момент урока, когда вы считаете, она будет наиболее объективной. Я не знаю, в начале урока, наверное, как-то еще только ничего еще не сделали. Вот в конце вот поделили на дробь, чему-то разрешили, порадоваться, а пусть дадут тебе оценку. Вот я бы так дал. Спасибо. Скажите, пожалуйста, нужно ли стремиться к тому, чтобы вовлечь в обсуждение проблемы как можно больше учеников? Или достаточно, если высказываются самые активные, а остальные внимают? Мой ответ однозначен. Конечно, должны все или почти все. Вот я когда проводил те самые открытые уроки, я очень следил за этим. Потому что есть те, которые, конечно, очень активны, им хочется высказать, может, такая черта характера. Есть, в общем-то, скромненькие, которые тоже бы высказались, но как-то стесняются. Их надо, так сказать, немножко раскрутить, помочь. А есть, которые привыкли на уроке, скажем так, спать условно. Вот это самое такое, в общем-то, проблемное. Я именно надеюсь… Ищу этих спящих, когда я там вижу класс, те, у кого горят глаза, замечательно. Ищу спящих, постараюсь их тоже зажечь. Вообще-то говоря, если у меня слишком много спят, это значит, что-то у меня не так. Вот я стараюсь какие-то коррективы внести, свои действия, как-то сделать так, чтобы всем было интересно. Можно персонально к кому-то обратиться. Если вот урок не вовлечён, а что вот ты, Петя, думаешь, вам очень интересно твоё мнение? Или как-то вот сделать так, чтобы он сам захотел высказаться? Значит, ну, ответ однозначный. Как можно больше должны вовлечены, ведь мы учим всех детей, а не только элиту. В продолжение вопроса. А как не допустить того, чтобы самые активные дети забивали более робких? Ну, их надо, конечно, очень похвалить, апеллировать к тому, что вот, ну, видишь же, твои друзья там, они тоже хотят, ну, дай им возможность. Мы понимаем, что ты всё знаешь, но они же тоже хотят. Давай вот дадим им слово, потом тебе тоже дадим. Ну, как-то так. Педагогично и деликатно. Хорошо. Спасибо. Александр Григорьевич, на уроках, где дети рассуждают, сами пытаются решить задания, изобразить схему и так далее, в тетрадях много исправлений, чаще грязь. Как с этим бороться? А не надо с этим бороться. Вы знаете, когда я решаю какую-то трудную задачу, вы знаете, какая у меня в тетрадях и лесах бывает грязь? Это неизбежность работы. Но пусть у детей будут черновики, листы, где можно делать всё, что угодно. Ну, и пусть будет такая чистовая тетрадь, где уже записываем, когда решение найдено. Понимаете, вот борясь с грязью, я боюсь, что учителя, мы лишаем детей возможности экспериментировать, возможности искать, возможности даже ошибиться. А вот ошибки, они неизбежны при самостоятельном добывании знаний. Часто бывает так, чтобы избежать ошибок, учитель даёт заведомо лёгкие задания. Но это же не развивает. Это, конечно, избегает грязи в тетраде, но это не работает на, сказать, главное. Вот представь себе, что в этом уроке на деление на дробь детям запретили бы что-то там писать в тетради. Так они бы не пришли. Они бы ждали, когда им учитель скажет, и они чистенько напишут в тетради. Ну, разве это мы хотим? Ну, выход может быть, если вот сказать, нельзя, чтобы была грязь, пусть у них будет какой-то листок, на котором можно писать всё, что угодно. Спасибо, Александр Григорьевич. Вопрос. Как работать с детьми, которые, приходя на второй урок темы, слышат всё так, как впервые? Как быть? Как что-нибудь слышать? Как работать? Если что-нибудь слышать, как впервые, то есть они слышат от учителя то же самое, что было на предыдущем уроке? Ну, очевидно, я думаю... Если я понял это так, то учителю на следующем уроке надо обязательно говорить что-то новое. Тут проблема в другом, мне кажется. Может быть, вы это хотели сказать, что на втором уроке они забывают, что было вчера. Вот проблема в чём. Но здесь я вот, если у меня такое случалось, я прежде всего обращаюсь к самому себе. Почему я допустил того, чтобы дети забыли? Что-то я и не смог их зажить. Где-то они были равнодушны. Ну, подумать надо. Где было не так? Ну, я просто, честно говоря, не совсем понял вопрос. Если они слышат, от кого слышат. Ну, вот, как мог, ответил. Да, я думаю, второй вариант. Второй вариант, да. Вопрос. Так, скажите, пожалуйста, есть ли конкретный совет для проведения таких уроков в классах-комплектах? Как ещё в классах-комплектах? В классах-комплектах. Это где разные классы? Да. Ну, здесь, конечно, трудно. Это мне напоминает сеанс одновременной игры в шахматы, конечно. Это трудно, но если так, то, конечно, тоже нужно. Как-то приходится обращаться и к этой, и к этой группе. Что-то кому-то давать. Конечно, нужно. В любом случае нужно. Даже, может, в большей степени в комплекте. Но, конечно, здесь на учителя сваливается большая нагрузка. И нервно, и всякое. От одного переходить к другим. Мне тоже иногда приходилось работать в таких классах. Ну, что же делать? Раз обстоятельства такие. Может быть, какая-то будет единая тема, скажем. Ну, вот в одном классе только учат дроби, изображать модели, а других учат, скажем, вот этому то, что было. Ну, вот пусть общая тема будет дроби, но каждый выполняет то, что может. Ну, что-то такое. Да. Спасибо. Александр Григорьевич, а скажите, пожалуйста, как можно осуществлять прописанные в стандартах индивидуализацию обучения? Вы знаете, это прежде всего вопрос к авторам пособий. Вот мы стараемся в наших пособиях давать задания по данному, так сказать, пункту, теме или по данному, так сказать, блоку, чтобы там были задания разного уровня. То есть, как правило, идет постановка проблемы, решение проблемы, отработка результата. Вот на отработке можно давать и полегче задания, и потруднее. То есть, полегче, так сказать, некий базовый уровень для всех, кто посильнее, кто хочет, может, то есть, надо это, так сказать, стимулировать, да, вот теперь кто может, давайте вот это сделайте, давайте вот это. И тоже самое на уроке. Когда идет какое-то задание, вот смотреть на каждого, вот учитель-то знает всех своих учеников, спрашивать каждого то, что вот в зоне его ближайшего развития, то, что он может сказать с некоторыми усилиями и помощью учителя. Вот сильного спрашивают, что это легкое, неинтересно, это надо спрашивать того, кто послабее, а сильного можно дать посложнее. Не говори, что это только для сильных, но вот к тому, попробуйте, а теперь так. То есть, как-то хитро учитель должен вот это разделять, индивидуализировать. Я понимаю, конечно, что трудно, когда много учеников, но, наверное, так и интересно. Вести детей единым строем, сделать и вот от, и до, и ничего больше. Но я думаю, это не 21 век, это всё-таки середина 20-го. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а как можно осуществлять, и можно ли осуществлять мониторинг универсальных учебных действий? Ну вот это делается. Это делается в нашем коллективе, я даже скажу, где я лично этим не занимаюсь. Вот есть серия пособий, может быть, вы там в интернете, посмотрите, созданных под руководством автор Битянова, Битянова Марина Ростиславовна. Для всех классов и этим коллективом под её руководством разработана вот эта система заданий, которые мониторят универсальные учебные действия. Посмотрите, может, вам это понравится. Я ещё раз говорю, вот моя цель не мониторить, моя, так сказать, ну, область какой-то, так сказать, которой я занимаюсь, это найти задания, которые бы их развивали. Просто я немножко другое. Спасибо. Александр Григорьевич, всё-таки много вопросов о детях с ограниченными возможностями здоровья, в частности вопрос о том, что детям с умственной отсталостью, личностные, УУД тоже развивать? Как? Вы знаете, развивать, конечно, нужно всем и всё. Ну, я скажу сразу, что я не специалист по коррекционной педагогике, и поэтому как-то вот развернуто ответить на ваши вопросы, это, в общем, должны другие специалисты. Я могу сказать общее. Всем детям, независимо от их уровня развития и способностей, ограничений там, по способностям, надо всё развивать. Какая методика? Ну, то, что вот я предлагаю, это, конечно, для обычных детей. Ну, понятно, которые принято условно считать обычными. В каких-то особых случаях, наверное, всё-таки от ответит другой специалист. Спасибо. Александр Григорьевич, Вы представили очень интересный взгляд, подход к формированию учебной мотивации школьников на уроках математики. А как ещё можно замотивировать детей на изучение математики? Может быть, Вы можете привести какие-то примеры? Могу, просто времени нет. Мне надо всё это записывать. У меня в лекциях это очень много. Вот, пожалуйста, есть возможность, если Вас это интересует. У меня вот в педагогическом университете 1 сентября есть дистанционные курсы, есть и очно-заочные курсы. Там, конечно, всё-всё это я говорю более подробно. Но уж ответить на Ваш вопрос, могу сказать главное. Как замотивировать, как заинтересовать? Учитель должен прийти заинтересованным. Он должен показать, что он очень интересуется математикой и очень любит детей и хочет им передать свою любовь, свою увлечённость. Вот если это сумеет он сделать, наверное, половина проблем будет решена. Спасибо. А скажите, в каких разделах и темах курса математики можно увидеть эстетическую составляющую этого предмета? Ладно. Задай лицо, на что я очень хотел ответить, но не могу из-за ограниченности слайдов? Отвечаю. Первое. Конечно, на мой взгляд, главный раздел математики, где видна вот эта эстетика, это делаю небольшую паузу, комбинаторика, конечно, комбинаторика и теория вероятности. Очень жаль, что эти замечательные разделы математики, во-первых, хорошо, что их включили в курс, это какое-то было время, когда их не было, но очень жаль, что они где-то выносятся по остаточному принципу, где-то в конце, какая-то там параграф, небольшая темка, и сразу на детей сваливаются какие-то, в общем-то, непонятные термины, методы решения задач, красоты там не увидишь. Но если очень захотеть, конечно, вот и в лекциях скоро вот тоже это будет, очень много можно увидеть. Там, знаете, чем хороша комбинаторика? Там какой-то вот способ решения, даже вот перестановки, сочетания, их, о них можно применить при решении, но, казалось бы, абсолютно разных задач. А вот это главная красота в математике, где один способ, сработавший вот в одной области, действует безотказно и в другой, и в третьей, и в четвёртой. И они вот так, математика, это вообще великая обобщающая наука, она обобщает то, что внешне кажется непохожим. В комбинаторике, на мой взгляд, это проявляется в наибольшей степени. Ну, конечно же, и в других областях, ну, например, решение задач. Вот я уже не говорю, там деление на допе, это понятно. Решение задач. Ведь можно решить даже школьные задачи разными способами. Можно увидеть, я имею в виду, текстовые задачи, и алгебраическим, и арифметическим, но в более старших классах систему уравнения вести. Посмотреть, как один способ работает, и как другой, какие подходы в одном, какие в другом. Найти вот эту красоту. Можно найти красоту, вот я свой такой термин, в математических хитростях. Вот что такое математическая хитрость? Это умение из сложного сделать простое. Вот, уж мне разрешили подкредитовать учебники математики, многие устроены так, что из простого делают сложное. Что можно решить просто, делают на нескольких страницах. А вот хорошо бы из простого суметь сделать сложное. Вот в лексах я пытаюсь это очень-очень, так сказать, развернуть. И одна гениальная догадка и задача мигом решена. Очень это хорошо видно в курсе геометрии, где вот именно на гениальной догадке построен способ решения задачи. И в алгебре, и в архиметике, и даже в начальной школе. Вот многое можно решить. Ну, возьмем даже такой раздел математики, который, к сожалению, когда я учился, он был, сейчас он выброшен из курса. Это золотые пропорции. Ну, на золотых пропорциях вообще и природа вся устроена, и произведение искусства, и, конечно, математика. Не вдаваясь, конечно, в подробности, не имея возможности, но там так всё красиво получается, так всё получается неожиданно. Найдите какую-нибудь книжку по золотым пропорциям, почитайте, может, найдёте, что сказать детям. Вот пока вот могу только это сказать. Спасибо. Вопрос. Дети слишком кратко отвечают в тетради, не дают развернутого ответа, объяснений. Как этому научить? Мой вопрос будет, мой ответ будет таким, а ну, мне вопрос, а нужно ли очень развернуто давать? Ведь степень развернутости тоже нужна. Вот смотря по-разному, можно просто написать ответ откуда-то его из интернета взяв, а можно изложить свои мысли правильно, но кратко. То есть многословие тоже детей утомляет. Понимаете, когда они много пишут, они уже забывают, что они математикой занимались, что они решали математическую задачу. Здесь, наверное, надо какое-то оптимальное решение в размер вот этого, этой развернутости. Наверное, шаблон здесь недопустимый. То есть учитель должен увидеть, что ученик понял, как решать задачу. А уж как он изобразил, есть дети и вообще люди многословные, есть лаконичные, каждый по-своему. Наверное, так вот. Спасибо. Вопрос. Право ли те учителя, которые при правильном выполнении заданий базового уровня в контрольной работе ставят только три? Ну, вы знаете, всё зависит от того, что есть базовый, каков там базовый уровень и в какой степени он, так сказать, соответствует тому, что надо знать по этой теме. Ну, конечно же, если вот базовый уровень сразу тройка, это, наверное, нет всё-таки. Если всё хорошо сделано, ну, я бы, наверное, четвёрку бы поставил. Ну, если, так сказать, разумный баланс. Тут ещё вопрос в другом. А насколько базовый и вот этот повышенный отличаются по трудности? Если между ними пропасть, такое, к сожалению, вот этих экзаменационных заданий в девятом-одиннадцатом классе, очень, так сказать, это есть. Вот это одно дело. Он смог сделать, ну, то, что вот нужно четвёрку, а на пятёрку не смог. А если между ними небольшой разрыв, и как построены эти задания базового, повышенного, что базовый, это действительно такой минимум-миниум троечный, ну, тогда, конечно, тройка я бы больше не поставил. Всё зависит от конкретного. Спасибо. Александр Григорьевич, по вопросам наших слушателей видно, что очень много претензий всё-таки к учебникам, к методическим материалам в плане формирования универсальных учебных действий. Может быть, вы могли бы порекомендовать какие-то методические пособия, где будут реализованы те идеи, о которых вы сегодня рассказывали? Вы знаете, я уже назвал вот эти пособия по мониторингу, а не только, кстати, по мониторингу, а по развитию тоже, но мониторинг тоже. Вот это, ещё раз повторю, Бетянова, МР и, так сказать, с авторами. Это то, что есть вот в нашем коллективе, Центр имени Занкова. Ну, и дальше идут, что ещё можно? Ну, во-первых, брать из лекции. Сейчас вот нет таких пособий, которые могли бы, уже отвечали в полной степени. Мы сейчас готовим новый комплект для начальной школы, и я надеюсь, там это будет. Но пока вот, имея то, что есть, наверное, тут нужно сотворчество учителя. Просто надо понять учителю, чего, наверное, не хватает, это понять, что такое вот эти суть этих УОД и где они зашифрованы, может быть, зашифрованы в тех или иных заданиях. И на уроке их, конечно, воплощать в жизнь. То есть, моя лекция, она не направлена на сказать, вот этот учебник, берите, где всё это хорошо. Нет. А немножко, так сказать, просветить коллег своё мнение, поделиться своими наработками и знаниями, именно помочь находить вот эти УОД и самим, конечно же, их вот искать, находить и придумывать задания. Вот так, наверное. Спасибо. Это не вопрос, это вот такая реплика нашего слушателя, просто, может быть, вы её прокомментируете. Показать математический фокус, заинтриговать, например, угадать загаданное число или дату рождения. Вот и любовь ребёнка к математике обеспечена. Этого достаточно? Нет, нет, смотря, что за этим скрывается. Есть, какая идея математическая, за этим скрывается. Если в этом задуманном числе скрывается какая-то идея, которую мы изучали, а вот теперь она вот подаётся в виде задания, задумай число, прекрасно. Вообще само по себе, ну, как дополнение, да, да. Но сказать, что это вот один фокус показал, там, несколько фокусов и любовь к математике, скорее всего, этого недостаточно. Увлечённость учителя, если есть, вот я всё-таки на своём буду настаивать, она передаётся. Это такая заразная вещь, увлечённость, что дети видят учителя, если они ему, так сказать, любят его, уважают, он может их заразить. Спасибо. Спасибо большое, Александр Григорьевич, за очень интересное такое содержательное выступление. Наши слушатели пишут о том, что они влюбились в математику после вашего вебинара. Спасибо всем слушателям за добрые слова в адрес нашего лектора, в адрес содержания вебинара и до следующих встреч. Да, до следующих встреч, надеюсь. Спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова